Всем привет! В этом видео поговорим о том, что с приближением зимы киевским властям пришло отрезвление. Австрийская газета Der Standard сообщила, что к украинскому руководству в условиях приближающейся зимы приходит отрезвление. Владимир Зеленский уже не обещает население освободить потерянные ранее территории и говорит о трудном положении на фронте. По мнению австрийских журналистов, нынешняя зима будет темной и холодной на Украине, поскольку российская армия с приходом холодов вновь вернулась к прошлогодней тактике нанесения ракетных ударов по объектам энергетической инфраструктуры. После прошлогодних ударов по объектам энергетики, ДВСУ в этом году получили от западных стран современные комплексы ПВО. В Германии передала зенитно-ракетный комплекс ИРИСТЕ, в Норвегии система НОСАМС, США передовой комплекс В3. Современные западные комплексы ПВО пришли на замину старым советским системам С-300 ОСА и Стрела. При этом нельзя сказать, что ситуация с перехватом российских ракет после этого стала для УСУ сильно лучше. В ночь субботы на воскресенье в результате массированного ракетного удар без электроэнергии осталось около 400 населенных пунктов на Украине. Министр энергетики Украины Герман Галущенко потребовал от России прекратить энергетические терроризм и предупредил об ответных ударах ВСУ российским объектам энергетики. Однако заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Юрий Швыбкин заявил, что угрозы украинской стороны Москву не интересуют. По данным ДРСтандарт, за последние несколько месяцев российские военные разместили сотни крылатых ракет и тысяч ударных беспилотников на территории Крыма для вывода из строя украинских энергетических объектов и топливных складов. В результате ударов украинские населенные пункты на длительный срок могут остаться без света, без тепла и без воды. При этом украинская сторона не располагает оружием, которое бы позволило создать аналогичные угрозы для российских регионов. Создать такую угрозу гипотетически способна немецкая дальнобойная ракета «Таурус», но Германия передавать ее Украине пока отказывается. Глава офиса президента Украины Андрей Гермак заявил, что предстающая зима будет самой трудной для Украины за долгий период. Глава генштаба ВУСУ Валерий Залужный предупредил, что на мощный прорыв вглубь российских позиций надеяться не стоит.